всем привет сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления черемши нам нужно сейчас его замочить вот мы его замочили и нужно будет отделить от сапожка сапожки хорошо отделяются и мы будем потом готовить одну из блюд черемшу мы почистили от сапожков помыли тщательно теперь у нас будет следующий рецепт мы эту черемшу будем мариновать а мариновать мы будем следующим образом значит берем черемшу формируем такой пучочек берем простые нитки и перематываем вот таким образом желательно выравнивать здесь краешек вот так достаточно можно завязать можно завести вот так нету заводится нет вот сюда между степельков и отрывается вот такой пучочек лучше у нас и так продолжим проделать со всей нашей черемшой ну вот значит мы скрутили наши пучочки вот у нас только получилось сейчас мы значит делаем следующее заранее мы поставили воду и она у нас уже вскипела если вам видно вот вода у нас кипит и теперь мы и теперь мы в этот кипяток должны добавить столовую ложку уксуса 6 процентного добавляем уксуса все это тщательно перемешиваем и теперь в эту воду отправляем ну примерно где-то штуки 4 пучочка отправляем примерно где-то минуты на 3 на 4 чтобы они прокипели прошло у нас 3 минуты теперь берем вытаскиваем пучок и отправляем его в леду в ледяную воду после того как наша черемша побыла в ледяной воде мы ее откидываем на дуршлаг или на сито как в данном случае немножко даем есть течь после всего отправляем наши пушки хорошо промытые банки вот таким образом ставим их ставим как можно плотнее в общем набиваем банки очень плотно черемшой должно получиться вот таким образом самый главный принцип смотрите значит меньше чем меньше он находится в кипятке но это где-то минуты 3 и больше он должен находиться в холодной воде воду холодную менять и как можно чаще чтобы она была действительно ледяная значит керемшу мы расфасовали по баночкам набили их у нас получилось 4 баночки 7 сотки сейчас готовим рассол рассол готовится следующим образом значит здесь у нас литр воды вот она уже сейчас закипает значит мы в эту кипящую воду сейчас добавляем одну столовую ложку соли 2 столовые ложки сахара 6 столовых ложек уксуса 6 процентного все это тщательно перемешиваем чтобы растворились наши соли сахар далее добавляем наш рассол у меня в данном случае смесь перцев где-то добавляем чайную ложку и добавляем два листика лаврухи можно добавить можно добавить два бутона гвоздики но я гвоздику не люблю ее вкус и запах поэтому я ее не добавляю там по желанию есть желание добавлять и нравится ради бога тут без комментариев некоторые еще добавляют всякие разные травы это уже на ваше усмотрение как вам нравится так и добавлять у меня рассол вот такого плана значит дожидаемся когда наш рассол закипит дадим ему прокипеть порядка двух-трех минут и нам его нужно остудить ну что рассольчик наш остыл теперь делаем фокус-покус я лавруху разделил на четыре части значит лавруху кладем в баночке вот таким образом не заливаем рассолом вот таким образом значит разлили рассольчик после чего накрываем простыми полиэтиленовыми крышками после чего отправляем нашу черемшу в холодильник в принципе на следующий день ее можно употреблять храниться она может у нас до полного уничтожения кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии подписывайтесь на наш канал see